9 июля в здании Десногорской администрации прошла 14-я сессия городского совета. Главный вопрос в повестке дня – доклад главы Десногорска Андрея Шубина об итогах своей деятельности за прошлый год. В 2019 году основными направлениями деятельности администрации оставались улучшение качества жизни горожан и повышение конкурентноспособности города. Последнее направление выражается в первую очередь в экономической эффективности населенного пункта, которую в прошедшем году удалось сохранить. Наравне с успешной деятельностью промышленных предприятий города, таких как САЭС, Полимер, Десногорский полимерный завод и других, удалось реализовать и несколько инвестиционных проектов. В 2019 году завершено строительство магазина «Смоленская» по дворе ООО «Никрусский бифон», ведем в эксплуатацию торгово-развлекательным центром «Галактика», увеличенной производственной площади ООО «Доктор Мелик». Увеличив налогооблагаемую базу, а также неналоговые поступления, бюджет Десногорска удалось сохранить профицитным по итогам 2019 года. Доходы бюджета муниципального образования за 2019 год составили 543 млн 474 тысячи рублей, расходы 538 млн 919 тысяч рублей. В 2019 году количество жителей в Десногорске составило 27 259 человек. Это на 99 человек меньше периода годом ранее. Частью решения вопроса демографической ситуации стало значительное благоустройство Десногорска и повышение комфортной жизни в нем. В рамках реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды выполнены работы по благоустройству пяти преддомовых территорий, благоустройство общественной зоны городского пляжа, качественный срок, заменено асфальтно-бетонное покрытие и расширенный торгов. В 2019 году в рамках программы инициативное бюджетирование «Мой любимый город» были открыты новые детские площадки, приведены в порядок существующие игровые формы по 10 адресам, установлены скамейки и уорны в парках, на остановочных павильонах. В рамках программы «Мой любимый город» возле храма Степана Великопервского установлен детский комплекс с резиновым покрытием и завершено благоустройство сквера в четвертом микрорайоне с установкой уорн, скамеек, проведением освещения. Практически 10 миллионов рублей из программы «Мой любимый город» направлено в образовательные учреждения, на ремонт прозрих, посадок, спортивных актов, экзавов. При участии концерна «Росэнергоатом» была проведена масштабная реконструкция «Кургана Славы» с музейным комплексом под открытым небом. Не менее амбициозные проекты с заделом в 2019 году продолжат реализацию в 2020. Среди них городская зона отдыха «Атомпарк», реализация энергосервисного контракта по модернизации освещения, разработка проекта по демонтажу спортивного комплекса четвертого микрорайона. После того, как готов проект, мы принимаем решение, оно уже принято по созданию инвестплощадки, и дальше, соответственно, будем мы демонтировать здание, то, которое сейчас находится, или инвестор будет демонтировать, это мы сейчас определим потом в рабочей группе, и дальше доводить этот проект до ума. Поэтому я думаю, что в течение 2020-2021 года мы этот вопрос вместе с вами, я думаю, что решим. Также в Десногорске продолжена программа «Безопасный город», благодаря которой появилось 47 камер видеонаблюдения. Запас по установке видеонаблюдения, который у нас сейчас возгласен, мы можем подключить 128 видеокамер. Поэтому сейчас в рамках реализации комфортной городской среды, в рамках реализации проекта ТОС «Уютный двор» в четвертом микрорайоне, еще будут подключены порядка 7-8 камер. Успех администрации прошлого года – планомерная работа по открытию городского автовокзала. Новая задача – вернуть его в городскую собственность. Было принято решение о согласовании денежных средств из резервного фонда администрации Смоленской области в размере 11 миллионов 602 тысяч рублей на приобретение земельного участка с созданием автовокзала. Поэтому эту работу мы завершим в этом году. Через конкурсные процедуры приобретем вокзал в муниципальную собственность для того, чтобы дальше этот объект навсегда оставался у нас в городе. Важный вопрос ближайшей перспективы – реорганизация коммунального предприятия Десногорска МОП ККП. 31 января нынешнего года рабочей группой была определена стратегия дальнейших действий с предприятием. В настоящий момент администрация муниципального образования совместно с МОП ККП занимается разработкой конкурсной документации для заключения консессионного соглашения. Эта работа должна у нас быть завершена до 31 сентября. По нашим планам мы на 31 декабря после проведения всех конкурсных процедур мы планируем выйти на заключение консессионного соглашения. По итогам доклада отчёт главы Десногорска депутатами был утверждён. А деятельность Андрея Шубина на своём посту за 2019 год была признана удовлетворительной.